Осторожно, грипп! По данным управления Роспотребнадзора по Ивановской области, за медпомощью в последнюю неделю в городе обратились почти 6 тысяч человек. Основные жалобы – боли, першения в горле, кашель. Самая главная особенность гриппа – острое внезапное начало, температура 39-40, без признаков бронхитов, трехитов, то есть катаральных – это самое основное отличие. И большой совет всем пациентам, всем лечащимся – не заниматься самолечением. То есть температура скакнула в первый же день, на работу не идем и вызываем участкового терапевта, чтобы диагностировать заболевание и начать правильное лечение. Спрос на лекарства в аптеках вырос. Чаще стали покупать противопростудные препараты, много рецептов выписывают на антибиотики. Для укрепления иммунитета полезны витаминно-минеральные комплексы, а также чаи, которые усилят защитные функции организма. Не нужно забывать еще о том, что в период увеличения заболеваемости можно себя защитить с помощью маски. Маски продаются у нас в свободной продаже и не нужно забывать, что носить маску нужно не более двух часов в день. То есть нужно будет ее потом уже менять. Поменьше быть в местах массового скопления людей. Можно пользоваться аксалиновой мазью, смазывать нос, если вы идете, например, куда-то, и там будет много людей, чтобы как-то себя уберечь. Как известно, болезнь проще предотвратить. Поэтому стоит не только чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей, но и следить за своим питанием. Никаких диет лучше не соблюдать. То есть пища должна быть калорийная, богатая различными веществами, особенно витаминами. Есть мясо, оно укрепляет иммунитет. Также побольше пить можно компоты, морсы, черной смородины, отвар шиповника тоже можно заваривать. В нем богат витамин С, тоже укрепляет иммунитет. На данный момент показатель заболеваемости превысил эпидемпорог на 45% во всех возрастных группах. В связи с этим в областном центре введены ограничительные меры. Они включают запрет на массовые мероприятия, регламентируют особенности работы учреждений здравоохранения и образования. В детских садах усиливается фильтр, усиливается обработка помещений, также отслеживается заболеваемость. И очень большое внимание мы всегда в эти дни уделяем пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваемости. Что касается школ, то уже 4 учреждения на территории области полностью закрыты на карантин. Еще в 88 классах 28 школ учебный процесс приостановлен. Департамент образования приписано проведение утренних фильтров в детских учреждениях, строгое недопущение к работе больных ОРВИ сотрудников и больных детей. Руководители учреждений, как в школьных, так и дошкольных, имеют право при отсутствии воспитанников или учащихся более 20% приостановить учебный процесс или распустить группу детского сада на карантин в срок не менее 7 дней. Врачи рекомендуют при первых признаках недомогания остаться дома. Доказано, что больной человек является заразным именно в первые дни болезни. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.